всем привет с вами я Олег Дубовой на канале пасека у реки как вы уже догадались наверное и название этого видео речь у нас сегодня пойдет опять о раях дело в том что тема это на сегодняшний день на сегодняшний момент она очень актуальна и очень болезненно но не потому что пчелы больно жалится а потому что наши пчелы разлетаются и доводят пчеловода до нервного срыва кто ко мне звонит или пишет все просят дать им самый надежный самый быстрый способ контроля райовой ситуации у них на пасеке хочу заметить что эта тема на моем канале раскрыта довольно таки подробно что я знал я рассказал все свои знания рекомендации на видео записал но никто не хочет эти видео искать по причине того что якобы у них нет лишнего времени конечно же легче мне позвонить и попросить дать ссылку на нужное им видео у меня ведь времени полно мне ведь больше делать нечего я могу себе позволить все дела свои побросать пересмотреть весь материал выпущенный мной за многие годы и найти необходимую для пчеловода тот задавал мне вопрос информацию но к сожалению и у меня не всегда бывает лишнее время на просмотры своих видео и но раз знаете легче повториться чем что-нибудь найти и сегодня я повторюсь но я не буду много рассказывать и обо всех способах я буквально в двух словах про те которые на мой взгляд самые надежные которые зарекомендовали себя уже десятилетия положительный результат великолепный от них самое главное что они не занимают много времени и пчеловод не делает лишних телодвижений значит так первый вариант это подрезание крыла у матки используется он очень давно и один из самых эффективных способов хочу сразу обратить внимание на то что крыло у матки подрезается примерно на одну треть они отрезается вообще и подрезать надо одно крылышко они два дело то что если вы отрежете целое крыло или еще обрезать два крыла это не пчела торпеда то пчелы подумают что она калека не может уже справляться своими функциями затеют тихую смену а потом ее убьют но это хорошо если у вас матка будет к это местного разлива а если вы заплатили несколько сотен евро если так это элитная матка будет конечно очень жаль у себя на пасеке я обычно крылья подрезаю когда делаю отводки когда покупаю новых маток чтобы поменять их когда вывожу сам маток то есть в этот момент легче всего за матки у вас как раз руках и легче всего подрезать крылышки но вообще делать это можно в любое удобное для вас время надо всего лишь найти матку кто-то сейчас скажет попробую ее найти ты знаешь как ее сложно найти поверьте я знаю все что вы хотите мне сказать и своей жизни я столько нашел маток столько некоторым и не снилось а вот но я думаю что опытные пчеловоды которые со стажем они уже знают как быстро легко без проблем ее найти ну начинающий пчеловод конечно на это потратит немножко больше времени но поверьте она того стоит во первых это начинающему пчеловоду даст неоценимый опыт в поисках маток я думаю когда он этот путь пройдет он уже сам своих друзей будет учить рассказывать им как это сделать быстро и второе если он все-таки найдет этих маток и подрежет им крыло получит стопроцентную гарантию что пчелы после вылета с роем через некоторое время вернуться в свой улей но не будем забывать что в этой семье может быть еще несколько молодых маток которые могут через день-другой вывести за собой рой надеюсь многие знают что после выхода основного роя при наличии таких маток в семье выходят еще и поройчики мелкие райки и в зависимости от количества маток в этой семье поройчик может быть один может быть два три бывают случаи когда и 4 в результате чего от перспективной и сильной семьи у вас останется одно название виде жменьки пчел сопровождаемая потоком матерных выражений в том числе и в адрес блогеров которые ведут пчеловодческие каналы чего вот сразу начинает искать виноватого то ему не то сказали то ему не то рассказали то не так да понял но не надо виноватых искать во всем том что произошло виноват сам пчеловод но чтобы такого не случилось то сразу же как раз идет второй способ борьбы с роением который дополняет первый сразу же после того как роевые пчелы вылетели обнаружили шуматки с ними нет и опять залетели в улей надо сразу сделать рокировку как делается рокировка если кто не знает то на моем канале есть видео на эту тему ссылку на которой вы сейчас видите на своем экране рокировка сама по себе делается очень просто и быстро вам не надо ничего открывать закрывать искать перебирать так что если вы не поленились и своевременно подрезали своим маточкам крылья а затем после выхода роевой пчелы и возвращение ее обратно в улей сделали рокировку то можете спать спокойно никуда ваши пчелы уже не денутся есть конечно и другие не менее эффективные способы борьбы с роением но как правило они более трудозатратны и по времени более длительные и требуют от пчеловода постоянного контроля над семьей но поскольку раи все летят и летят я делаю из этого вывод что достаточного времени у пчеловодов на способы которые более трудозатратные и больше требуют времени для наблюдения за пчелами не хватает свое мнение основанная на многолетней практике я высказал если кому это поможет буду только рад с вами был олег дубовой на канале пасека у реки всем пока до новых встреч крепого всем здоровья и мирного неба над головой